Друзья, всем привет! У нас сегодня интереснейший выпуск. Еще на этапе проекта нам что-то ударило в голову, и мы решили, что у нас должна быть офигенная бетонная столешница. Естественно, стоимость хорошей бетонной столешницы зашкаливает. Google в помощь, как обычно, наткнулись мы на одно интересное видео, в котором загорелись это все реализовать. Вот пока это выглядит так. Это USB-плита, точнее, их две штуки напиленные, скрепленные. Выглядит немного странно кухня. Но странно не странно, а кухонщики и многие, кто заходит, думает, что это так и останется. Но нет, ребят, это не законченное еще изделие. Подождите, торопитесь. Здесь у нас это также тоже плита. В общем, везде, где USB-плита, там будет у нас микроцемент. Там целая система. Там грунт, сам микроцемент, лак. И наноситься это будет все как вот видосики, которые мы видели. Посмотрим, что из этого получится. Естественно, все максимально протестируем. Как сказал, что будем делать, куча народ написал, что хочет сделать точно так же. И все расходы, естественно, мы с вами почитаем. Так, у нас Рома вот согласился любезно это все нам помочь реализовать. Ром, какие сложности видишь? Никаких. Никаких, отлично. Отличный настрой, все как нам нужно. Тут у нас кухонщики немного поторопились. Я им не сказал, они закрепили уже раковину и здесь, и в санузле. Поэтому поднять ее не получится, будем обклеивать. А вот варочная поверхность, розетка, краны, там все это можно снять. Что мы будем делать? Будет наноситься микроцемент на всю вот эту поверхность вместе с торцами, вместе со скрытыми вот этими элементами по максимуму, как это возможно, чтобы ничего незаметного было. Сколько бы стоила такая цементная, бетонная, какая-то акриловая столешница, это просто был бы космос. По всем техническим регламентам все должно получиться, потому что микроцемент, который мы купили, грунт, лак, все можно наносить на деревянные поверхности. Так вот, купили все, кроме самого микроцемента. Его надо заколеровать, и там есть условия. Он там двухкомпонентный, один компонент колеруем. После заколеровки его нужно наносить в течение суток. Пока решили подготовить все, нанести грунт обычный в один слой, грунт-краску в один слой. Микроцемент наносим его в два слоя. Первый слой, сохнет 3 часа, шкурится, наносится второй слой, сохнет 8 часов, шкурится и наносится лак. Лак наносится тоже в два слоя. Первый слой 8 часов, сохнет второй слой, сутки надо, чтобы сох. Неожиданно у нас вытяжка, самая дешевая, которую можно было в России найти, островную. Оказалось, супер сосущая, на единичке. Давай, хоп. На тройке. Субтитры сделал DimaTorzok Друзья, как вы думаете, что это? Ух, огонь греет. Это у нас бюджетный, самый модный и самый технологичный полотенцесушитель. Немного скрытый. Как такое получилось? Если вспомните ранее, еще когда мы все эти штукатурили, у нас электрик, я купил теплый пол, и у нас электрик вот так штукатурку проштравил, вмонтировал теплый пол. Вот, его можно было сделать вообще от повода потолка, но мы решили вот так ограничиться. И поставили Wi-Fi терморегулятор Terneo OSX. У нас получается, что нашим полотенцесушителем можно управлять по Wi-Fi, можно управлять через приложение, можно ему задавать расписание. Это вообще бомба, да? У нас, например, можно в понедельник с 9 до 10 включать его, чтобы он сам выключался или по выходным как-то работал. У нас 2000 стоил теплый пол и 5000 стоит Terneo OSX. И огонь, где вы видели еще такой полотенцесушитель за 7000 рублей. Рынок отделочных материалов не стоит на месте, и периодически появляется что-то очень интересное. Тут важно быть в курсе всех новинок, чтобы иметь возможность купить новый материал, у которого нет недостатков всех предыдущих версий. Представьте, что можно позволить себе напольное покрытие из натурального дерева, без сложной укладки и лишенное всех ног, которые имеет инженерная доска или паркет. Такой материал есть, и называется он кварцпаркет. Вы получаете натуральный материал, который на 100% водостойкий, под который можно делать теплый пол, и он очень прост и недорог в укладке. При этом это 100% натуральное дерево. Теплое, живое, красивое. Структура кварцевого паркета – это каменная спеси плита в основе и натуральный высококачественный шпон сверху. В отличие от паркета или инженерной доски, его укладка будет стоить, как обычный ламинат. Он не расширяется и не сужается от перепада температур, он водостойкий и не требует к себе ухода и повышенного внимания. По-настоящему инновационный материал нового поколения. Мне очень понравился вариант с раскладкой английской елкой. Ознакомиться с вариантерами кварцевого паркета и подробнее узнать о всех его свойствах и цене вы можете по ссылке в описании. Переходите. Друзья, у нас проблема. Прямо проблема-проблема. Сейчас вот как Шерлок Холмс и Эркюль Пуаро выясняем от чего, как, почему. Рома пока нету. И вот этот цвет нам не нравится вообще. Он должен быть темно-серым, а он стал каким-то белесым. Первые две полки абсолютно нормальные, третья и столешняя совершенно другого цвета. При этом у нас обнаруживаются вот такие моменты. Видите, где-то нормальный цвет, а где-то вот какая-то подмазка. Это говорит о том, что вот так логически, если рассуждать, скорее всего, это было два замеса. Какие-то пропорции не соблюлись, поэтому часть серая, часть почти белая. У нас еще остался он. Сейчас наносим все третьим слоем, пока не шкурим, и смотрим, что будет. Тут еще беда с углами, отваливается небольшая часть. Что мы будем делать? Сейчас купим краску, похожий цвет, и подкрасим вот эти грани, которые отвалились. У нас, как обычно, вообще на века будет. Не два, а три. А три, а то и четыре, Надь. Но зато меня вот эта стена радует. Нам начали прислать подписчики, то, что они сделали то же самое, и у людей прям реально круче, чем у нас получилось. И гребенку они меньше взяли, и узоры поинтереснее делают. Кто-то вообще просто прямой узор. Пошло в массы, да, да. Как обычно, строители говорят, надо вот погуще делать. Мы аж делали бриточным клеем белым. Люди делали просто шпаклевкой, и ничего, у них никуда не стекло. Она вот так вот будет, да, душевая? Какая огромная будет. Не, ну как бы 60 стандарт. У меня уже, Надь, мне уже, как-то, мне кажется, не особо. Я бы не сказал, что я сильно большой. Нет, надо меньше. Что-то прям совсем в притирочку. Нет, ну вот метр. Все-таки вот так вот близко никто не моется. Будет вот как-то вот так стоять. Душку, плюс еще наверняка не сверху всегда будет набравлен. Как-то вот так, ну. Уже чтобы прям точно приточно, вот-вот так. Проход остается 82. У тебя это такое проходище. А в двери люди как-то проходят 60, Кирилл? А вот души не проедут. А, ну, кстати, да. Человек, если зашел сюда, то все, помещается. В чистом виде вообще 58. Все, ладно, говорил, понял. Расстались мы на том, что нас не устраивал цвет столешницы. Я съездил, купил еще, мы нанесли. Прикольно. Темнее стал гораздо и лучше. То, что надо? Да, да. Вот такой вот микроцемент получился. Немножко от освещения еще зависит. Здесь прямых лучей нет, он темнее, здесь посветлее, конечно. И, в общем, это четвертый слой, хотя достаточно два. В общем, я боюсь ее шкурить, ее нужно по технологии шкурить. Она белеет, приобретает какой-то странный такой активный рисунок. Мне не нравится, мне нравится вот этот рисунок. Поэтому мы, скорее всего, с тобой ничего шкурить не будем. Мы уберем какие-то маленькие огрехи. Сейчас вот это все отклеится, вставим, покроем лаком. Там два слоя лака еще отмоем, и будет огонь. Вообще будет огонь. Супер. Как бы та цена, которая могла бы быть за похожую столешницу, если бы она была небо и земля. Ну вот, у нас тоже столешница. В принципе, прикольно смотрится. Лаком для чего покрывать? Чтобы она была износостойкая, чтобы она ни воды, ни жира, ничего не боялась. У тебя сюрприз хороший. Попробуй вот это вот, сними. Он черный. Косе, я реально не вижу. Ты не заметила? Нет. Почему? У нас же была проблема, что унитаз мог вылезти прямо вот сюда. И мы все справились. Тут чуть-чуть сделали стеночку, вот этот шкафчик. И унитаз у нас не сильно выдается вперед. Ну так, заходишь к нам в квартиру, и тут стоит вот. Это наша душевая перегородка, которая первая, не поместилась в лифт, но не поместилась прогнозируемо. Ее на наш высокий этаж тащили пешком. Когда ее занесли сюда, у нас тут случился нежданчик. Пойдемте. У нас не хватило трех сантиметров, чтобы душевая перегородка у нас сюда занеслась. Вот делая угол у нее онлайн, или в потолке, дырку проделывая там. Ну вот трех сантиметров нам не хватило, чтобы ее сюда занести. Соответственно, сделать это невозможно. Если мы на этапе того, как еще этих стен не было, занесли бы эту перегородку, как-то ее поставили, и потом это сделали. Естественно, мы это делать не стали. Мы и так перегородку заказали не в потолок, а там у нас 30 сантиметров не доходит. И вот 3 сантиметра оказались лишние. Вот эти 3 сантиметра с ним ничего не сделают, потому что стекло закаленное, мы не стали экономить. И как в прошлый раз делать обычное, обклеивать его пленкой. Все эти 3 сантиметра, в случае чего, я сначала думал, что можно распилить, но закаленное стекло не пилится. Оно только крошится и ломается. Нам его, значит, что посоветовали сделать? У нас два совета есть. Вынести наличную клетку и уронить. Надя говорит, еще кто-то посоветовал там с завода, чтобы вернуть старейшую пленку и молоточком. И потом по частям это все вынести, чтобы еще не платить за подъем или за спуск. Кровать собралась? Приехала, собралась. Готова? Ну да. Блин, ну прикольно. И стены получились чуть-чуть темнее, чем кровать. Итальянцы все-таки умеют делать, да? Да, да, да. И вот в небольшом помещении прикольно, что ты не будешь биться в углы кровати. С мягкими углами, это прям супер. Ну вот эти вот. Мы не стали делать подъемный механизм здесь, хотя можно сделать, потому что это удорожание. Там, по-моему, еще 10-15 тысяч. Теперь диван собранным ты его еще здесь не видела. Да и вообще нигде собранным не видела. Ну что там, как тебе? Готов. Красавица. Мне нравится. Еще подушек нет? Ну все прям как у нас по проекту. Тут низкий подлокотник. А вот этот модульный пуфик можно двигать. Подушки мне нравятся, что они в меру набитые. Я обычно вынимаю все, чтобы не сильно все это было надутое. И тут такая полочка получается. Прикольно. Угадай, что здесь будет лежать. Планшет, телефон. У особо извращенных кофе будет стоять. Ну на подносе хотя бы. Вот у нас по проектову здесь должна быть картина. Вот так немножко запылилась. И ее надо помыть. Да. Розеточки, выключатели. Доделываем, доделываем. У нас здесь картина, зажатая диваном. Вот там будет, там будет. И вот здесь тоже глаза, которые смотрят, что происходит на этом матрасе. Да, квартира – это центр современного искусства. Нам было взять самый популярный и дорогой NFT. Это обезьянки такие прикольные. И нарисовать. Попросить Асию нарисовать обезьянку. Да, это надо развернуть тоже, маленькие доделочки. Чтобы она не торчала, а была вот параллельно с этой штукой, как на эскизах. Ну и вообще здесь стол должен стоять. Стол, стулья, мы его еще не купили. Кстати, надо отдать должное. Да, люстра реально крепкая. Какие бошки в нее врезались. Она не погнулась, да? У нас здесь банально пинат Бэ. Прям классический-классический. Вот попкой промяло уже морщинистый. Нам нужно пригласить итальянцев, которые вот прям знают или сидели на оригинале. И посмотреть, как они отреагируют. Друзья, поставился смеситель. Учимся пользоваться. Были варианты купить, главное, стулья дешевле, без спинки. Но их бы не видно было, вот когда стоишь там. Ну и они мне неудобны. И все-таки я решила, что надо со спинкой брать. У нас тут ночные шторовешения, штороглажка. Собрал один. Удобненько. По 4200 или по 4300. Ну, в общем, 17000 у нас за все. Вот этот материал похож вот на этот материал. Визуально неотличимый. Здесь больше на коже, все-таки, как и замша. Здесь по ощущениям больше алькантара. Так, ножки нам откручивать придется. Выглядит это вот так вот. В общем, 11000 мы Андрею отдали. Ножки у нас 4000, 15000. Ровно столько же, сколько можно купить его в магазине. Но у тебя-то лучше. Ручная работа. Ну, давай уже вон туда. Что-то откручивать однозначно. Сейчас продрем с тобой лед. Теперь это у нас с тобой дуб. Мне кажется, не будет стоять. Запинаж, что у тебя будет какой-нибудь фанеры сделать. Я так могу сказать. Чисто теоретически. Спасибо, Лех. Теоретически это можно сделать и из дубового щита. Единственная проблема в том, что щит дубовый либо 20-й толщины, либо 40-й. 40-й будет слишком толстым, мне кажется. Поэтому... Надеюсь, у нас сколько? Это 30. А, ну, приятно. Ну, так у нас закруглил-то, классно все. В интерьере у нас вообще огонь будет. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok